От дома к дому, от квартиры к квартире. Сегодня рейд проводился в районе улицы Донской. Потребителей, которые не платят за тепло и горячее водоснабжение, очень много. Если они и после профилактической беседы не погашают долги, и в том случае, если квартира муниципальная, речь уже может идти о выселении жилья. В ближайшее время будет возбуждено гражданское дело по их выселению. Инициатором возбуждения будет администрация. Так как статья 90 гражданского коллекса предусматривает в случае неоплаты более 6 месяцев подряд по договору соцнайма, у администрации такое право появляется. И не важно какая сумма. Люди годами не платят и проживают в муниципальном жилье. Одни должники все же идут на контакт и заключают договор с очень теплоэнерго о рассрочке долга. Других сложно застать даже дома. Чаще всего там проживают совсем неблагонадежные граждане, либо такие комнаты или квартиры сдают квартирантам. Тем не менее, разъяснять нужно. Суд при принятии решения может принять к сведению только уважительные причины. К таким причинам относятся болезнь нанимателя и членов его семьи, задолженность по зарплате и пенсии, тяжелое материальное положение в связи с отсутствием работы и невозможностью трудоустройства, несмотря на предпринимаемые меры. А также если в семье нанимателя имеются несовершеннолетние дети и инвалиды. Как показывает практика, действительно уважительные причины у единиц. Проживая в муниципальном фонде, люди зачастую полагают, что не обязаны оплачивать предоставляемые им услуги. В итоге получается, что Сочи теплоэнерго не получает деньги, долги копятся годами, предприятие терпит убытки. Но погашать долги неплательщиков, кроме них самих, никто не обязан. Поэтому лучше сохранять свои метры, чем остаться без жилья и все равно с долгами. Даже в случае выселения оплатить их все равно придется. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.